Я человек, как говорится, не пальцем деланный, я кавалер Ордена Славы, у меня полно почетных званий. Я ветеран труда, я, у меня лучший сад, у Сергея лучший питомник в России. Так, я предлагаю первому каналу, чтобы ведущий, а потом со временем и начальник, ну сразу это не возьмут, хотя лучше бы сразу, умолить чертовой матери всех, кто придумал для них, для этих ни в чем не повинных, ну, мягко говоря, не очень грамотных женщин, кто придумал эти дебильные племмы, помните мы их сколько, вот, предлагаю до начала ведущий, а потом начальником канала назначить Юлию Александру Савиньевич. Теперь представляю тех, что она просто придумает другую передачу. Нет, тут все тоже, только слово фея уже затасканное, они ее опозорили. Можно найти другое слово. А потом мы с вами, я ей помогу, вот, Сергей поможет. Давайте вот сюда заглянем. Вот. Это и все советы этих девушек были направлены на то, чтобы убивать деревья, калечить, убивать, калечить. И огромный тяжкий труд и пустой мертвый сад. Я вам это доказывал? Надо будет еще докажу. Вот. Где у меня Савинич? Сейчас, 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 сейчас. Я на самом, куда вы делись? Ой, неохота искать. А вот, смотрите, вот здесь вот. У меня гораздо, я много не успел. Тут приболел маленько, смотрите. Вот. А эти девушки могут научить прививать? Очень сомневаюсь. Очень. Почему? Во-первых, ни разу не показали. А во-вторых, мы не видели их сада. Мы вообще сада не видели. Мы понимаем, берется, составляется, есть сценарист. Значит, кто-то организует эти съемки. И пошло. Вот это вот надо? Вы же видели результаты моих прививок? А вы думаете, у нас прививать себя не умеют? Ну, это ладно, это лирика. Вот. Где обрезать? Как это делать? Посмотрите на эту девушку. Вот. Она готовый, стопроцентный специалист. Готовый, стопроцентный специалист. Понимаете? А теперь представим себе, что съемки единственное условие должны делаться в моем саду. В Москве, там столько, все, что они делали, они все свои советы давали на старых, или там они не старые деревья, но в крайней степени болезни, покрытые мхом. Это крайняя степень. Вот. А Ирин Александрович, я сколько не показывал, я официально выбираю. Ну, найдите вы эти чертовы болезни. Ну, найдите, я вас умоляю. И к этому бы мы стали, сделали бы знаменитым. Ведь простой советский человек, он не сильно афишируется. Вот. Валерий Владимирович, ну, назовем это прозвищем, или почти как в этом самом, в шпионском фильме. Пианист и пианист. А он, наверное, бы не отказался. А ему 85. А у него свой опыт есть. Это он вырастил черешню на степной вишне. Это почти невозможно. Я потерпел неудачу. А он не потерпел. В смысле, как потерпел. Значит, с вишнями получилось, с черешнями нет. На степную вишню. Это все надо успевать, успевать, ребята. А посмотрите, как оно его слушает. О, вот она визитная карточка. Вы представляете, что такая карточка была бы заставкой на телевидение на первое. Ведь они же им нечего показать. Они ничего не умеют. Они начитают с этой глупости сценарий. Ой, не могу. Вот. И вот здесь должны проходить съемки. Вот здесь. Как вы думаете, в чем разница? Вот два и три. С одного дерева. Это с подвоем, это с привое. Есть агитативные говеряцы? А, извиняюсь, они же феи-то эти с телеканала выберут. Они с лоб-то таких не знают. Они знают, что муравьи вредители. Вот они, подвойные. Ну что, можно непривитые деревья выращивать? Если у меня они растут. А это знает кто-нибудь? После того, когда она проведет сеанс съемки и покажет этот же первый канал, у нас миллионы людей возьмутся за это. Потому что это и поставить правильно мебель, чтобы не лежать в этой же чертовой гепатогенной зоне и не умирать молодыми. Вот это школа. Видите, это уже как учитель. Жалко, я мало фотографий. Колновитка, которая самая северная, самая лучшая в Сибири. Вот ее персики. Ее руками привиты. Видели? Вот это вот. Скажете, ему хорошо здесь? Нет. Почему? Первое поколение. Потом берется сюда веточка. Владимира Александровна запомнили, нет? Потому что это ваше. Помните, я говорил, вы же приедете в следующий раз, вот, срежете эту веточку и опять куда? На абрикос. А потом опять. Три года и все. И вот. Я специально вам показываю, чтобы напомнить. Все. Дальше идет ее командировка, которую частично мы оплатили. Ребята, помните? Вот. Мы отправляли в Мичуринск, как этого, Ломоносова с этого. Только хорошо, что не пешком, как Ломоносова. Ну, ладно. Возвращаемся обратно. Итак. Я официально, я сказал, я не пальцем деланный, я человек в своем роде заслуженный. Вот. В своем роде даже авторитетный. В своем кругу. Среди простых людей. У нас социальные лифты не работают, поэтому. А, самое смешное. На следующий год ты меня опять позвали на эту конференцию. Тут двадцати разы отключили микрофон. Я знал, что у них там кнопка. Я только про них не дадите мне сказать, не уйду. Буду стоять. Вызывайте ментов. Зато так потом дошел бы до скандала. Вот. Так, ну ладно. Это у меня эмоции из меня лезут. Итак, Первый канал придут новые руководители. Первый канал себя практически уже изуродовал так в моральном плане, что смотреть стыдно его. А это часть Первого канала это канал Бабер. Это вообще недоразумение. Они даже не ведут, что творят. Вред яд с этих самых с его кадров льется на всю страну. Придет новый руководитель к тому времени, но не может быть, чтобы это стало. Ну не может быть, чтобы совсем уж так безнадежно. Короче, я вас виртуально пока назначаю ведущим телеканала Бабер, а этих вы не имеете права жалко уволить.